Первое сентября. День знаний. День, когда школьники и, конечно же, их учителя принимают поздравления. Но только не в России. В Российской Федерации этот день превратили в очередной пропагандистский угар. За распространение всей этой хинеи взялся никто иной, как... Хочу поздравить вас с началом учебы, с первого сентября. Конечно же, на этом уроке присутствовали и школьники из так называемых республик. Ответ Солнцеликова на вопрос жительницы Донецкой области больше похож на включение псевдоэксперта в программе Соловьева. Тут вам и про 8 лет, и сказка о прекрасном русском мире. Тем более, оказавшись в довольно сложном положении за последние 8 лет, имейте право и должны иметь возможность соприкоснуться с этим в самом высшем смысле и хорошем смысле этого слова русским миром. Именно в таком духе и проходил разговор с детьми. Вместо открытого урока диктатор выдал часовую программу вечернего Соловьева. Потом при формировании Советского Союза возникла и Украина. Компартия, которая находилась тогда у власти, сформировала его союзные республики, в том числе и Украину, передав в Украину значительную часть исторических российских территорий, включая Донбасс. Откровенная пропаганда и ложь перемешалась с банальными, но все же адекватными мыслями. Отсюда все начинается. И очень важно найти себя. Это вообще, наверное, важнейшая задача для любого человека. Хотя в сегодняшней России даже подобные, казалось бы, безобидные мысли не являются таковыми. Найди себя, просит президент. А администрация учебного заведения поможет тебе в этом поиске с помощью подобных реклам и мероприятий. Раз, два, три! Мы русские! Знай Бог! Мы русские! Русские не продаются! Поднимался на этой встрече и вопрос будущего науки России. Ни для кого не секрет, что многие ученые бегут из России. А Россия посредством санкций, к сожалению, медленно, но все же верно отрезается от мировых научных достижений. Но у диктатора и тут нашелся ответ. А некоторые направления деятельности в сфере науки, техники, ну, без России очень трудно развивать вообще. Сказал, как отрезал. Европа и США в слезах. Ведь не видать им больше российских гирь, ноутбуков и смартфонов АЕА. Ну что, родные мои, нам в очередной раз бросили вызов. Компания Apple приостанавливает продажи своих смартфонов в России. Но это на самом деле совершенно не беда. В моих руках вот такой вот замечательный телефон, отечественный телефон АЕА. У него есть уникальная разработка, в мире этого нет. Вот только отечественный смартфон не понадобился даже самой Марии. Как сама она призналась, камера, видите ли, в нем слабая. Неудивительно, что, в общем-то, и вся тирада о супер-смартфоне несусветная чушь. Сразу небольшой спойлер. Смартфон не русский, а функция не уникальна. Но давайте все же вернемся к русскому фюреру. Помимо чуши о зависимости Запада от российских технологий, Путин в своей излюбленной манере, видимо, пытаясь выдать из себя эрудита, цитировал классику, а именно произведение «12 стульев». Это помните такую шуточку? Тщательно пережевывая пищу, ты помогаешь обществу. Вот в этой шутке есть доля, доля серьезной составляющей. Смысл выражения приблизительно следующий. Сохраняя собственное здоровье и жизнь, ты уже помогаешь обществу. Исходя из этого, интересно, по мнению Санцеликова, почти 50 тысяч российских военных, которых тщательно переживала и выплюнула война, уже помогли российскому обществу. Поддержка войны в стране падает. Особенно непопулярна она среди прогрессивной молодежи. Поэтому не обошлись эти посиделки и без простого требования. Школьники, поддержите наших бравых оккупантов. Безусловно, это заслуживает всяческой поддержки со стороны общества. Это очень важно. Из-за стороны молодых людей. Потому что ребята, которые воюют там, рискуют своим здоровьем, а многие погибают. Подождите, неужели послышалось? А многие погибают. Все, 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 понятно. Этот двойник себя выдал. В скором времени он улетит в СИЗО за дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации. А если же серьезно, то так называемый урок выглядел как русская адаптация Гитлер-Югента. Сплотись вокруг государства и вождя, поддержи наших военных. Такого государства не существует. И десятки прочих излюбленных нарративов. Мы же можем лишь констатировать печальную реальность. В 21 веке на открытом уроке президент страны фашизирует подрастающее поколение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!